Итак, я делал исследование для этого видео и наткнулся на цитату актрисы Лины Хиди, чтобы она не хотела видеть на мужчине. Слишком узкие штаны. Никто не захочет видеть мужской член, который обернут в сморщенную плотную ткань. Знаешь что, Лина, я, пожалуй, соглашусь. И да, между прочим, мне нравится твоя игра королевы Ланнистеров. Сегодня в видео, друзья, я расскажу вам о 20 вещах, которые женщины просто ненавидят. Давайте я поясню, мужчина не должен одеваться для женщины. Я продвигаю идею того, что мужчина должен одеваться для себя, чтобы нести в мир свое послание того, кем он хочет быть. Но тем не менее, мы делим эту планету вместе с женщинами, и мне было интересно услышать их точку зрения на некоторые из наших вещей. Согласны или нет, пишите в комментариях. Итак, первой у нас будет Сара Энн Маклин. И она говорит о кожаных штанах и уггах просто нет. Я понятия не имею, где Сара видела такую комбинацию, но, согласен, это звучит просто ужасно. Далее, женщинам не нравятся носки и сандали или шлепки с джинсами. Если вам это нравится, о чем вы думаете? Ребята, я говорил об этом ранее, не самая лучшая комбинация. Давайте ее пропустим. Следующая цитата от актрисы Евы Лангории. «Никогда не используйте слишком много духов и не носите вязанный свитер». Ну да, с первой частью про духи я соглашусь, а вот свитеры не совсем. Но я понимаю, о чем она говорит. Не стоит надевать то, что тебе связала мама или жена. Ну или если такой свитер у вас есть, то надевайте его только на ваши семейные праздники. Я уже видел это раньше, это слишком много аксессуаров. Нет ничего плохого в том, чтобы надеть браслет или часы, надеть кольцо, ну или парочку колец, может даже ожерелье. Но если у вас уже два ожерелья, пять колец и у вас есть браслет, часы или даже две пары часов, вы выглядите уже немного того. Будто вы готовитесь на следующий кастинг для пиратов Карибского моря. Знаете, что это пожалуй уже перебор. Далее это бейсболки. Очень многие женщины это не любят, особенно когда парни носят их наоборот. Многие ребята носят кепки, потому что им лень возиться с волосами или потому что они теряют волосы. Если это вы и вы теряете волосы, то не прикрывайтесь, а сделайте что-то с этим. Мелани Сайкс говорит, что джинсы с бахромой ее просто заставляют содрогнуться, но не в хорошем смысле. Возможно, она такое просто ненавидит, и я с ней соглашусь. Если вы не подкорачиваете свои джинсы, то они начинают рваться и делать такую бахрому на пятке. Это просто ужасный вид. Я нашел одну статью, в которой женщина возмущалась мужчинами, которые носят слишком много рисунков. И тут я с ней соглашусь. На мой взгляд, мужчина может носить столько паттернов, сколько захочет. Но почему это может бесить, если вы не знаете, как это грамотно комбинировать? Картинка, которую там показали, этот парень даже не имел понятия, как совмещать паттерны. Какие же правила, чтобы нам совмещать рисунки? Сделаем это просто. Первое правило – не стоит носить два одинаковых рисунка рядом друг с другом. Так что если у вас пиджак в тонкую полосочку, то не стоит надевать рубашку в тонкую полосочку. Попробуйте клетку или одноцветную рубашку. Можно попробовать надеть рубашку с толстой полоской. Когда дело касается аксессуаров, то хочется, чтобы было ярко. Можно привнести сюда пейсли, или можно выбрать горошек, или небольшие повторяющиеся рисунки. Очень хорошо, когда у вас есть некоторая палитра. Скажем, у вас есть повторяющиеся цвета в галстуке в карманном платке. Этот цвет может повторяться и в пиджаке, или в рубашке. Это объединит весь ваш наряд вместе. Итак, многие женщины не любят мешковатую одежду. И также не любят одежду, которая слишком тесная. И я соглашусь, все дело в размере. Я уже об этом вам говорил, друзья. Размер – это король. Так что если вы носите одежду, которая слишком большая, это не делает вас крутым. Это больше похоже на то, что вы носите костюм вашего старшего брата, а вы сами выглядите меньше. А когда вы носите одежду, которая слишком тесная, это не только неудобно. Это еще никогда не выглядело хорошо. Так что да, знайте имя своего Борнова и следите за тем, чтобы одежда была вам по размеру. Актриса и автор Джоанна Коллинз. Ее цитата звучит так. «Висячие джинсы меня не возбуждают, а демонстрация своего белья – это просто ужас». Если у вас есть футболка с надписью «Со мной идиот» или «Никто не уродлив после двух ночи» – это, возможно, правда, особенно если вы много выпили. Но знаете, что женщинам не нравятся такие вот футболки с надписями? Они не считают их забавными, как, например, мы. Так что я бы их просто оставил в шкафу. Далее идет носить очки в помещении или ночью. Похоже, что такие ребята, как Джек Николсон или Кейси Нейстат могут так делать. И незаметно, что люди их не любят. Но, возможно, для большинства из нас это выглядит как-то вычурно. Не знаю, что вы думаете, друзья. Пишите в комментариях. Вы знаете, что люди написали песню про то, что не стоит носить солнечные очки ночью. Одежда в пятнах поношенная или рваная. Ну, пожалуй, я соглашусь. Если ваша одежда уже забыла свои лучшие времена, пожалуй, ее пора отнести на переработку. Но вот это меня зацепило. Карла Бруни, бывшая первая леди Франции и певица. Она сказала, что ненавидит короткие рукава. Короткие рукава – это кошмар. Я не думаю, что готов сказать, что короткие рукава кошмарны. Но, будучи худым парнем, я предпочитаю длинные рукава. И если жарко, то мне нравится их подкатывать, потому что они выглядят круто, если их подкатать до середины. Конечно, если у вас мускулистые руки, то, пожалуй, Карла Бруни признает, что была неправа. Но, для тех из нас, кто худощав или полноват, выглядит лучше, когда ваши рукава просто закатаны, или носить футболку с длинным рукавом. Актриса Трейси Эймин назвала красные брюки на высокой талии. Если вы носите красные брюки на высокой талии, пожалуйста, обратитесь за помощью. Следующие две вещи довольно часто встречались. Это беговые кроссовки и туристические ботинки, которые носят ежедневно. Ну, тут понятно, если вы идете в поход или на пробежку, то надевайте их, это нормально. Но если нет, то почему бы не прокачать свой стиль и вместо беговых кроссовок надеть casual кроссовки. А вместо туристических ботинок возьмите себе красивые замшевые ботинки. Если вы будете ходить в таких, то вам будут говорить комплименты. Вы будете выглядеть стильно. Туфли с белыми носками. Я с этим согласен. Кто вообще так делает? Это точно даже думать не стоит. Если я вас увижу так, то я вам дам леща. Глубокий вырез. Я, пожалуй, соглашусь. Если вы носите футболку и я могу увидеть ваши волосы, то это, пожалуй, перебор. И женщинам не нравится это. Но они еще писали о том, что некоторые парни расстегивают свою рубашку на пару пуговиц. Это не самый лучший вид, ребята. И мы не можем обойти стороной кроксы. Как оказалось, дамам они не нравятся. Ну, насчет меня, то можете узнать, что я думаю о кроксах в этом видео. У меня пара кроксов. Такие зеленые кроксы. И я объясню, почему у меня есть пара кроксов вместе с другими странными вещами в моем гардеробе.